Да, она потеряет свои очки, начинает ползать за ними! Можно что-то- В этом, в этом и уголь. Можно что-то, наверное, немножечко сделать приятненькое, понял? в данном костюме возьмем и врата до... хахахах мужичок мужичок йо,ребята,я рад вас видеть яс с сэр чуваки,бушуй то что здесь,мы делаем обзорчик на его альбомчик как он называется это будет? холлобайнг ты так поддумал как будто еще не уверен? Ты ещё не знаешь, когда это видео выйдет, он будет, но у меня есть два просто выбора. Базарь. Короче, он должен был выйти, ты знаешь, когда, и если бы он вышел тогда, когда он должен был выйти, это название тогда было актуально, типа. Блядь, чувачки. Понял, да? Я понял, я понял, я понял. Я хочу сказать, что, блядь, этот, мы должны с тобой были снимать. Пф, 30 апреля, помнишь, я говорю? Да, просто там ещё снег лежал в том году. Да. Мы ехали на студию, думали, что сейчас что-то снимать будем, и в итоге всё так затянулось, что наконец-таки твоё дерьмецо сейчас сдропнется. На, чувачок. Ты вообще как вообще? Я так хочу, чтобы всё чётко. Я тоже думаю. Просто другие мащают, снимем, и 4 марта переносится, ну ты понял. Да чё, всё, ничего же не перенесётся, я надеюсь. Я тоже надеюсь. Камон. Короче, мужичок, я, я готов, на. Я хочу тебе сказать, я тебе уже это говорил за кадром, пацаны. Вот эти вот новогодние подарочки, вот эти два трючочка, я прям такой репитик включаю, включаю мясо. И сейчас вот этот синглочек тоже бах-бах-бах. Короче, мяско. Йоу, всем вусап, ребят? Перед тем, как продолжить, я хочу вам рассказать о курсе битмейкинг с нуля от Skillbox. Skillbox — это образовательная платформа с более чем 150 тысячами пользователей по всему миру. Обучение длится 7 месяцев. Программа состоит из двух курсов. Вас ждут онлайн-лекции и практические задания на основе реальных кейсов. Рома Капелла, Уайт Панк, Притис Крим, Стерео Райз, Брайт — это неполный список тех продюсеров, которые поделятся своими фишками и секретами в создании битов. Вы могли слышать их инструменталы у таких артистов, как Баста, Оксимирон, Скриптонит, Майот, Моргенштерн и так далее. Во время обучения вы научитесь работать в FL Studio, использовать звуковые эффекты, создавать аранжировки, синтезировать звуки, а также сводить и мастерить треки. Поймете, как лучше продвигать свои биты и работать с артистами. В придачу к этому вы напишите свой собственный трек с нуля и добавите его к себе в портфолио. Записаться на курс битмейкинг с нуля вы можете по ссылке в описании. На курс сейчас действует скидка 40%, так что дерзайте, ребятки. Окей, погнали обратно в видео. Чуваки, мы, если честно, пиздец, сегодня мало очень спали, сегодня весь день уставший. Я вчера день рождения был, вот, и с утра женёк приехал, вообще в 12, типа, к нам домой, он с вокзала. С вокзала. Да, с района. Он с кварталов, он с кварталов, чуваки. Поэтому, да, я хочу представить, и ему он первый раз будет это слушать, он до этого, может, он слышал там 2-3 трека до этого, но... Чё, я вообще считаю тебя таким, прям, знаешь, ну вот, у тебя есть свой тоже собственный звук. Вот, мне нравится, блядь, Майотик, Сими, я это говорил, знаешь, вот всё такое, какая-то своеобразие, да. И у тебя тоже, я надеюсь, что сейчас будет полное мясо, нахуй. Погнали, мужичок. Хочу начать с Весткоста. Один из любимейших моих треков, я в августе на него снимал сниппет, но подумал, ладно, оставлю это дерьмо на альбом. Хэппи, what you put it out? Она влюклена в мой дюрак, как дандеркэт. Я ещё так молод, но могу дать тебе совет. У меня ABCD и FGH, гейнг. И ничего такого, это... Чё ты хочешь мне сказать, сука, ведь я не верю вам? Я не верю вам. После дам. Все ваши крысины и движения видно после дам. После дам. Сначала я возьму твою подругу, а потом отдам. Постри дам. Трачу большие цифры в пятницу и после дам. Карты, да мы заводим это. Отношения, чёрт, нет, давай забудем это. Каждый из нас приветом, но я люблю наслаждаться своим новым корветом. Ты знаешь, это моменты, мне правда спокойнее. Богатый мальчик лучше тот, который тихоня. Я бы поспал ещё до обеда, но нету денег у сонных. Нету денег у сонных. Нету денег у сонных. Нету денег у сонных. Бля, чё, полное мясо, нахуй. Лайф выступления, блядь. Понял? Вот эта вся хуйня. Нету денег у сонных, блядь. Пускали так вот последний лайф. Я погнал тоже с Ромчиком к нему выступать. Отвечаю прям жёсткую эту тему. Вот так. Ну, угарно, угарно. Я всегда, когда видел тебя в лайфе, да ты когда начинаешь, там, понял? Я только, бля, ласковно. Мнение. Мнение, чувак. Полное мясо, нахуй. Я вот от тебя ждал энергию, нахуй, и это дерьмо получал. В чём суть, знаешь, типа, не так много злого, типа. То есть, когда альбом ещё первый раз я его писал, в основном только там злые треки были, треповые, а вот из следа добавились вот такие трючки, они мне очень нравятся. Я вообще кайфую с того, что я, типа, вот такой пишу. Мне прям нравится. Базар, базар. Чувствую, что это лучше намного. Это вообще охуенно, знаешь, может быть тот факт, что ты его немножко задержал, это как бы сыграло тебе, как человеку. Пусть это никто никогда не заметит, типа, знаешь, никто ничего не поймёт, что... Типа на мне это отродилось. Да, да, мне кажется, это важно. Смотрел фильм 1 плюс 1? Да, конечно, охуенный фильм. Слезу ходил пустить. Вообще любит. Может быть, даже пускал. Я не один раз его смотрел. Я вот типа его наизусть могу... Я смотрел два, наверное, раза. В целом, ну, короче, я помню, что мне прям было хорошо, и на душе фона. Я очень люблю этот фильм. Прямо. Сильно. И у меня реплика в этом треке с этого фильма. Люблю её я. Кого вы там знаете? Из какого дома? Что значит, из какого дома? Нет, послушайте. Я взрываю твою жопу каждый си-зон. Буши-до-жоу как баста, вопрос ребром. Гайн-халан, вопрос ребром. Я болен вместе с Джеймсом. Буши-до-жоу и лябром. Гайн-халан, гайн-халан, сзади плечом. Тебе чё-то надо, твоя сука с меня течёт. 3-2-2, либо 2-2-3. Деньги делаю сейчас я, потом ты. Огир 3-2-2. Бля, чел. Хотя ты знаешь, как писали, типа, топ-1, мидер, СНГ, типа, вся гуня. Бля, вот эти отсылочки на доту, я всегда люблю отсылочки на доту. Топ-1 кор. Ну, они уместны. Они уместны должны быть, понимаете? Можно открыто говорить какую-то. Типа, можно... Ну, Соло-322, ты его помнишь? Да, конечно, я всё это ищу. Он же со старой просто, дотой ещё. Я помню, с ним донат играл в паблике, тоже в одном не один раз. Угар, угар. И даже мид на один-на-дин выиграл, что-то такое. В натуре? Бля, сейчас Соло, они на интернешнале играли какие-то матчки, понимаешь, комментаторов, короче. Я всю эту историю вспомнил. Блин, ну, Гарниш, это десятилетняя история, считай. Че, полное мясо. И прикольно, типа, знаешь, мои первые выиграли. Ну, типа, СНГ команда. И его десятый. Да. Короче, дотеры, чувачки, лайки ставим, слушаем, Буши Дожо. Играем в ротку. Погнали дальше. Буши Дожою Леврон, га-га-га, га-га, гай-га, 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 гай-га. Сзади плечо, твоя сука с меня течет. Гай-га, 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 гай-га. У меня есть 7-6-2 для моего АК, и мой чаппер издает саунд ра-ра-ра. Молодой Буши Дожоя голова, а на Билда ла. Мнение. Че, мнение полное мисков. Броде это Айс Хьюг на сцене, очень старый видос, танцует Си-Волк. Прям еще качество 240 пи. Ну и типа, все сразу разъебались. И там его диджеи, типа, я не помню фразу, которую он кричал, но потом, короче, покажу этот видос. И вот эта вот темка, эта отсылка была, где «Сделай жестко» было, это для того, чтобы на сцене, типа, че-нибудь исполнить. Это вот, ну, концертная темка. Пацаны слышали, нахуй, если будете на Кван-соке, когда он говорит «Сделай жестко», а вы все кричите. Прикинь, типа, вся толпа говорит «Сделай жестко», и ты начинаешь. Да, типа, мне нравится, когда энергия отдается, типа, что? А все снимают, в любой концерт все приходят с телефоном и просто снимают. Ну, бро, а когда ты лайвишь, типа, ну, ребята, типа, чувствуют твою энергию, в любом случае. Но хочется больше этого, типа. Я хочу прям полнейшей отдачи. Поясняю, декодинг. Тут просто в целом в треке уже много отсылок было, типа, к аниме. Я говорю «Челка у Токаты, шесть хвостов, пускаю пузырьки, у Токата был». Ну, в Наруто, типа, в целом, ты, наверное, знаешь. Нет, я вообще, бро, я тебе говорю, летом, помнишь, спрашивал, типа, какое аниме смотреть? Потому что я вообще, я хотел в эту историю копнуться. Ну, смотри, это, типа, легендарное аниме, сервано, значит, известное. Про Нарутошами, да. И там есть персонажи, в которых вот хвостатые звери. Типа, там, один хвост, два, три, четыре, пять, и до девяти. И вот Токата, это тип, в котором шесть хвостов, и в него техника была пускать мыльные, типа, пузырьки, которые взрываются, типа. И что, они мощные, ебашные? Да, ну, уместные, типа, они могли сделать. Окей. А, ты ослеп, типа, там, это тоже отсылка на аниме? Да, когда, типа, ты часто юзаешь технику твоих глаз, типа, зрение, зрение пропадает. Ну, короче, просто концептуальный такой Токат. Понял. Следующий, это фит с Ромчиком, 163. Спасибо. Че, вот эти ставки. Пацаны, мне нравится, мне нравится. Вайбовый. Мне нравится. Единственное, что мне вот не нравится в работе, это только одно, что нету сильной концепции, но я за этими не стремился, типа. Я вообще считаю, что это дебютный первый альбом, там, знаешь, артисты концепции могут приходить к второму, к третьему альбому, типа. Бро, вообще ничего плохого нет, что нету концепта, вот в данном, типа, репуте. Да, тут он и не так нужен, типа. Вообще. Но в целом, в дальнейшем, в будущем, очень хочу сделать концептуальную большую работу. Знаешь, в каком звучании? Я очень люблю эту музыку, типа, но... Не знаю, ты знаешь, как работает? Типа, есть вещи, до которых ты со временем приходишь, типа. Там, к примеру, когда появляется новый какой-то артист, я не слушаю его, типа, несмотря на то, что он, там, популярный, там, знаешь, типа, топовый, типа, еще не мейнстримный, потому что тупо мне слушать его музыку только потому, что это круто, ведь я не кайфую с нее. Базар. И когда вот я начну с нее кайфовать, тогда я и буду слушать, типа. И в целом, звучание, которое я хочу делать, это вот, знаешь, Дэнс Холл в ЮК, типа. Дэнс Холл? Да, то есть не граймовский именно, вот, типа, КНАКС, Ди Си, вот такие артисты. Понял, 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 понял. И прямо рассказывать эту историю на бедах, типа, какая-нибудь ну, блядь, пожалуйста, у тебя. Вообще, мне кажется, топовый тип. Мне очень нравится эта музыка, думаю, я в дальнейшем будущем приду к таким трекам, типа. Базар, поймание, погнали. Следующий трек с моётиком, он мелодичный, называется Вхлам. Малышка звонит и спрашивает, куда я пропал. Я отвечаю, я хвал, шаги красные, но я не плаваю, поэтому виновата опять макушка. Летела бобина, только на шаг, кайфит своя рутина. Я покажу, кто обладатель скилла. Все мной уже, его тоже убило. Получила шаг, я просто нажил криво. Я не в тензуре, но я хочу мира. Я уворачиваюсь от элифейков, как Нео. Нет таланта, у тебя его и не было. Еще и тут. Ты просто кастлей, вам узлов поспут, как будто сабэй. Как будто сабэй, я улетел за диху, я поробил. Мои буртуры зеленые, как лэй. Я снова к вам, значит, мы не забыли. Без тебя холодно в моей квартире. Сейчас нас лет, но когда-то мы были. Сейчас нас лет, но когда-то... Я пропал, я не знаю, я хвал. Шаги красные, я не знаю, реально. Бля, мнение, мнение, братик. Что я здесь скажу? Пацаны, напишите мне, как вам? Плюсик в чат. Бля, плюсик в чат, потому что чувак, мне очень нравится. Редко мелодичные. Мне нравится, хуя, вот эта, где была пауза, мне прям ушло. Лютая пауза. Я знаешь, как я хотел бы адаптировать в клике, либо как-то еще пока не думал, но... Типа, я читаю в камеру, да, читаю с бутылкой воды, к примеру. И когда пауза, я... И заново, типа, знаешь, ну типа, какая-нибудь такая мелочь на херне. Ты такой, типа, видно, что ты напряжен, а читки... Да, и ты хочешь прям, да. Потом ты резко меняешь свое лицо, типа, на такое... И заново, да, да, да. И опять эмоцию показываешь. Вообще, вот эти маленькие мелочи, мне так нравятся, они могут столько соуса добавить. Вот какой-нибудь один адлиб может трек просто вытянуть люто. Вот, я тебе говорю, что у тебя вот эти адлибы еще свои собственные, от которых все прутся, блядь. И это реально работает, поэтому это должно быть с тобой теперь до конца, нахуй, знаешь? Надо развивать это сильно. И еще, конечно, добавлять какую-нибудь хуйню. Еще можно, знаешь, типа, какое-нибудь тикток движение сделать, замутить какое-то слово, блядь, которое, знаешь... Ну, типа, Push&P, понял? Это люто. Ну, Push&P это топ тема и бывает. Push&P это полное мясо. Следующий тречок, блин, я просто не по порядку пошел. Следующий тречок, это будет интро. Типа, да, это будет интро с альбома, но... Я его не считаю интро, как по мне, это полноценный тречок. И плюс, когда нет особой концепции, нет смысла в интро, в аутро, но все равно он и будет называться так, типа, интро проекта. Типа, интро вот же, просто. Паленький ярче на бете. Паленький ярче на бете. Вижу, оплошнится, не совершаю, ведь нету момент камни. Опыт со мною, зови меня, Джонни. Сука, маленькая, ростом тут пони. Моя мама спросила, ты меня еще помни. Сука, я Push&P, ты че гонни? Push&P, нравится. Помнишь этот... Скуби-Дум? Помнишь, там была Дафна? Нет, что это? Помнишь, там была Дафна? Чего, Дафна? Я не буду играть. Подожди, Дафна? Дафна, которая рыженькая, типа. А, ну... А была Вельма, типа. Ну, бро, рыженькая? Подожди, так Велма... Велма, которая такая нёрд, девочка нёрд, типа. Хорошо, я думал, ты говоришь рыженькая, потому что... Я сначала подумал, что это и есть Велма, потому что Велма вся в рыжем. Да, да, да. А мне в детстве Велма нравилась, понял? Бро, а я тебе так скажу, Велма, подожди, это которая... Которая в рыжем ходила, да, да, да. Вот, Велма, чувак, когда она потеряет свои очки, начинает ползать за ними... Да, 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 в этом и суть, типа. Можно что-то... В этом, в этом и утром. Можно что-то Велме немножечко сделать приятненькое, понял? Когда она ползёт за своими очками, брат, у неё такая юбочка, ты понимаешь? Ну, Дафну, пацаны... Ну, Дафну, блядь, Дафну... Она с этим типом, как его, Фрэнк, да? Или Фред, блядь, ну... Фред, как будто, нет? Мне кажется, Фрэнк. В любом случае, ну, мы всё понимаем, что он делал. Как будто бы, если в России стимали, его звали бы Глеб, я вот почему-то в детстве всегда так думаю. Блядь, чё, ну, не Глеб, я бы, знаешь, как назвал? Как? Виктор? Виктор, да. Виктор Гюго. Ну, слушай, он, ну, такой как бы, он плеер, он игрок. Да, да, да. Он что-то делал. Альфа, альфа, альфа. Знаешь, что я тебя спрошу? А что делал Скубис Шегги, братик? Они хавали постоянно. Знаешь, трек с Криптонита «Чисто» либо «Чистый» точно не называется. Это вроде был саундтрек к фильму, типа, и там звук, момент из треки, где он говорит «Я хочу, чтобы после меня было чисто». Ну, типа... Хочу, чтобы после меня было чисто, салют один и его голос. А, один? Всё, понял, понял. Очень круто вписывается. Вдохнул? Прямо снимать? Да, до себя. Брат, люто загорел, слышишь? А массы-то сколько, а? Почти как я. Сколько, 75? Творожное только. Приветствую вас, дорогие друзья. Как ты, брат? Чел, чел, смотри только, братик, а то сейчас полетит. Кто здесь? Вот скрекинь. Вот скрекинь уже, чел. Это конкретный крякин, мистер-мибер-крякер, блядь. Камера, нихуя себе. Бля, мужик, знаешь, чему сегодня обсуждали? Твои косички нахуй. Тебе их не надо было распитать, они полное мясо, нахуй. Кто косички? Ну, когда ты косички. Бля, брат, он на одном. На одном, дед. Заказ, который едет уже очень долго. Ты когда заказал? Я заказал танчики. Сегодня, кстати, несколько заказов вообще отменялись сюда. Да, проблемы с достойным. Блин, ты приехал в Ремске и все не так. Бля, потому что вы, пацаны, живете далеко, ебать. Не спорю, брат, но обычно таких тем нету, это из-за снега. Вообще не комфортно, что ты приехал. Я еще стоял, блядь. Калитка закрыта, нахуй. Пацаны все спят. С калитка, веселенький, вышел встретил. Я хочу выходить с калитками, ладами. Я сейчас такой доволен. Что, Майотик, как ты отдохнул мясо? Да, бля, вообще круто. Всем советую, реально очень помогает разгрузиться. Вон, никто вообще не заметил, что я не был, а я вообще как будто до полгода жизни провел. Как у меня всегда бывает. Рожок там еще? Рожок вообще там. Рожок. Рожок, ты сказал, рожок между пацанами. Чего ты ходишь тут? Чего ты тут ходишь, блядь, тут слоны ходят, бегемоты всякие. Смотри на него, на курорте он, смотри, с двумя колонами. Бля, он сегодня так кайфует, блядь, вообще люто кайфует. В этих третиках, в этих третиках. Он уехал три часа ночи до этого, до Магдума, в шесть утра вернулся. Каф, у него типа там трек, блядь, каф, балуюсь. Кислый. Брат, иди в этот, чуть отдохнуть. Короче, я хотел назвать его Пак. Там строчка про Пака есть, да. Подожди, ты его снипетил? Нет, я его не снипетил, но в туре. В туре, я сегодня увидел по влоге строчку про Пака. Да, да, да. Я пропал, это что-то, зови меня Пак. Я вошел в шифт, зови меня Пак. Да, да, да. И я думаю, как его назвать до сих пор. Ну, когда уже выйдет это видео. Последний раз я стоял на медье, Пак Ква-па, брать. И контрпик я сделал, разъебал эту суку. Клопу? Конечно. Она на меня хотела покричать, я сделал шифт, зови меня Пак. Летс го. Что ты тут устроил? Я хотел чизбокер, ты про нее строил. Учаянно ошибся, братик, я тебя понял. Слили за гешкой, опять менял номер. Многовато вы для меня шеф. Ты выберешь деньги, я выберу честь. Я б тебя порвал, но сказали не лезь. Сустиги волны, не волнуй за суку. Рак, 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 рак. Время подходит к концу, здесь только тебе все, я не заплачу. Желтые волосы я на фикачу, она так хочет, но я не хочу. Рак, рак. Следующий трек будет с Сими. Так, еще скажу, этот трек, который будет с Сими, он собран из звуков, из аниме, аниме. Из аниме. Из аниме Джо Джо. Бля, я, к сожалению, это нихуя не пойму. Я тебе моменты не покажу, типа. Погнали. Я тебе потом покажу просто эти видосы, и что ты поймешь. Там какая-то техника, понял, и там звук. И из него, типа, мы собирали битхит. Донат, спасибо. Донат, спасибо. Окей, ее папка хочет папика, но я еще не могу, я заник контролем трафика. Ра, ра, ра. Но и чайпер, спрей, пули, очень медко. Убивай тех микробов, когда место. Бро, очень много есть мелочей в звучании, которые я... Ну, типа, не знаю, стоит ли так заморачиваться над видосом, но мне нравится, что у нас фишка, что у нас, типа, все четко звучит. И когда ты... Я сам замечаю, я могу сам же свою демку третий, четвертый раз слушать и думаю, блин, ага, это я не услышал в первый раз. Интересно, ты когда слушаешь последующие разы, замечаешь всякие темки эти. Короче, очень кайфую с этого. Люблю вот этот третчок, он короткий, но у меня, в принципе, специализация, как ты видишь. Но я очень кайфую с этого, типа, я считаю, что... Не, а так и надо, блядь, нахуй. Я не люблю вот эти 3.50, типа. Не, 3.50 этого, да. 3.50, 23 трека. Да, 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 да. Мигас, нахуй, и калчер, блядь. Не, не, не. Из них там 3 минуты одно слово, типа, понял? Не, Мигас forever, базара нет, но вы поняли, о чем я говорю. Да. Декодинг. Он там у меня в коменте записывался, я говорю, легенда, легенда, брат, пишись. Строчка. Жо сказал, что я легенду, он смотрел в зеркало, наверное. Прикольно. Мне нравится в целом его произношение. Я не знаю, что я легенду, он смотрел в зеркало, наверное. Сей, дичи, бля, это мерзко, сука. Сука, у меня с собой так много денег, у тебя столько нету, ваше. Я сейчас кадрючу, да, сука, в клубе, извините, если это ваше. Я сейчас варю тут. Меня все бесит, я бегу в атаку, зеленый костюм и возьму, и врата тут полся, зверька носит. Люда, тебя сейчас закажут, все смятые деньги. Ведь маме привод, Жанне, похуй, что скажут, другое, чем не важен, когда я был виден. Во сне было рядом, буши до подарок от странного Санты. Вот это оно, да, вообще, это че, бля. Я помню тренировки, типа, как я на концерте буду это читать. Трудно, но, типа, смогу, смогу, вывезу. Ну там по-любому будут какие-то паузы у тебя, нет? Танцевать не буду, просто я все равно же не смогу. Но это лютый парт, я его просто люблю. Отвечаю, я... Блин, мне дико нравится. Давай еще раз. Охуенно, мужик. Мне, я не скажу, что мне нравится парт блака, бля, если честно. Припев, припев прикольно. Припев нравится тоже, да, сильно. Но твой куплет и куплет тоже третьего, блядь, полномясно. Прикольно, что он в конце, типа. Вот мне нравится, что я в конце, типа, ты слушаешь, слушаешь. Я вообще люблю на фитах в конце появляться, отвечаю. Мне вот нравится такая тема. Потому что на себя можно внимание круто обратить. Типа, можно сделать не так, как сделали уже. Типа, очень люблю эту тему. Типа, знаешь, у тебя какое-то соперничество просыпается, поскольку перед тобой есть люди, к которым нужно перепрыгнуть. Да, 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 да. Вот, к примеру, когда у меня есть люди, с которыми мне легко писаться. Вот Ромчик, к примеру, мы с ним вообще как одно целое на бите. Но если взять, например, Тему, у Тёмы вообще другой вектор. Типа, ну, то есть там, на мелоди какие-то тайп биты, понятно, мы вместе можем их делать сколько угодно. А взять мелодичный трек, он очень урисальный артист. Он легко делает эти мелодичные треки. А для меня это сесть, подумать, типа, так, 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 зайти с этой стороны, зайти с этой стороны. И когда у него уже есть парт, я такой думаю, так, я ща, я ща тебе покажу человеку. Типа, ну, мне прикалывает эта тема. Знаешь, я хочу еще сказать, что меня немножко расстраивает, когда у артиста, ну, типа, альбом, и у него есть фиты, и на эти фиты забирают трек, типа, знаешь, вот у тебя никто не забрал трек, нахуй. Типа, там парты, типа, не то, чтобы плохие, поэтому они не забрали, там парты охуенные, но при этом ты всегда даешь прикурить все равно. И, типа, то есть, ну, ты все равно помечаешь территорию. Помнишь, Джейкова с Лилбэйби? Джейкова с Лилбэйби? Че, ну, 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 типа, Лилбэйби для меня всегда забирает треки. Да это люто. Нет, типа, он просто в это его любое вступление, оно уже, там, первые безстрочки, поэтому... Я не знаю, он так это говорит, блядь. Ты просто сразу куда-то улетаешь. Второй, он прям богато, типа, вот он прям маслом, типа, набите, отвечаю. Мед для ушей, типа. Да, и я, знаешь, вот как будто так никто больше не сможет сделать, знаешь. Там вот именно реально какое-то масло в раю, нахуй. Да, он прям вот скользит, типа. Да, ты просто можешь, знаешь, как будто на это масло встать и сразу начнешь скользить, хотя не двигаешься, типа, с ума с этим. Мне нравятся вот такие приколы. Я вообще очень люблю, типа, на питах выделяться, короче. Еще есть неоднозначный питок, Бушидо Ужо Икс Лав Дабл Сикс. Да, мы первый трекс не надевали, он будет на Альбике. Охуенно, бро. В Лав Шесть Шесть на своей какой-то волне, как всегда, нахуй, это, знаешь, я, короче, мне не нравилось, там, первые пять, семь, десять прослушиваний, потом что-то фоном послушал, еще что-то. И такой, блин, типа, ну, короче, сценка начала разыгрываться в голове, типа, сначала не понравилось, думаю, бро, это, типа, не то, и я на этом, ведь, и не так, но потом прикололся. Мне пиздец, как ты, мне нравится. Я кайфанул, он там вот эту минорку свою двигает, и там, ты сегодня красивее, чем мы, вот это вот. Бро, кстати, вот эта история, знаешь, типа, про девчоночку, иди сюда, погрейся, я хочу любви, в принципе, это тоже иногда, знаешь, типа, и голос, короче, мне нравится, как тебя получается. Типа, своим, знаешь, вот этим, вот, чем ты одна. Я тебе говорю, такого, такого мужчину же тоже можно посмотреть, ну, не грыпа, а иди сюда, прыгай ко мне на членов. Нет, нет. Я взгляну это. Croc Non Lost Прямо, прямо на первом канале. Это другой рэперопидит наш волну не ганаэ. Она налил тебя сейчас соус. Она верит во всякую херню, я сказал, у меня зовут Globalus. Теперь я показываю ей весь мир, не переживай... Но нравится. Типичный фристайл. Самый типичный. Есть трек, который мы писали в тачке с Тёмой, когда ехали, вроде мы ехали из Краснодара в Казань. И мы прямо в автобусе писали трек. Она работает. И берёт опыта. И её оттуда. Она работает. Чисто фристик вот такой. История прикольная. Да, да. Вообще нравится, что я сделал. Это же галочка, типа, подписался в тачке во время тура. Но это было дико неудобно. Сейчас опять будет турчик, ты вообще хочешь? Дай бог, дай бог, брат, что это был. Ты думаешь, опять какая-нибудь фришка? Я очень переживаю за эту тему. Ну, брат, это такая рандомная тема меня. Это бесит. Пиздец. Вообще, знаешь, что я заметил? В наш рост. Да. Именно когда blow-up, типа, появилась вся эта ситуация, типа... Ну, блядь. Ну, ладно. Типа, знаешь, всё, когда вот пошло туда, типа, резко мировая. Ты должен понимать, знаешь, что не только вы, типа, не выступаете. Поэтому, ну, на вас никак... Да никакие могли бы быть опыта-эйры, вот, типа, уже даже в России. Чувак, фэстики сейчас бы были пиздец в разгаре. Я так хочу, типа, я очень люблю... Я люблю лайвить, и я ни разу не лайвил на вот этих фестах, типа, на открытых фестах. Че. Даже вот я был на последней Букинмашине, когда Lil Skies... Или это не последний? Lil Skies, когда приезжал. Это какой... 19-й, 18-й? 18-й. Короче, вот последний такой. Я не помню, они в итоге проводили какой-то ещё или нет? Вроде... Нет, слышь, вроде нет. Типа, там, гости были слабенькие. Мне кажется, что не, просто онлайн, может, типа, может, онлайн проводили. Я прям почувствовал, знаешь, что, типа, ну, как будто что-то улучшается у нас. Сейчас, если бы... Если бы этой короны не было, сейчас рэп и так стремнул у нас, Бро. Что, бля, ну, были бы прям большие... Я миллионы раз всякие вот эти фесты пересматривал, бро, вот этот, типа, лайф-шек-веса легендарный. Чео, чео, как пипец. Я прям представляю, как я выхожу. И в наше время же сейчас, на данный момент, больше людей в этом заинтересованы, типа. Конечно. Ну, бля, я надеюсь, знаешь, что, типа, ну, ну, этим летом, возможно, уже можно что-то будет придумывать, знаешь. Короче, хуй знает, мужичок. Короче, пацаны, мы сейчас снимаем 29 января. Я надеюсь, что все-таки... 4 марта он будет... Да, что, типа, в март ты все-таки удропаешь. Я тебе желаю успехов. Мы второй раз это делаем. Буши-да-жо. Альбом, мы пока не знаем, как называется, нахуй. Я тебе, я тебе, я тебе желаю удачи, нахуй, чтобы твое дерьмецо продалось, прослушалось. И крепецкий-некрепецкий, все, что было заинтересно. Лайки, репосты этому пацану. Ссорничек какой-нибудь. Нажимайте на колокольчик, пишите коммент. Бля, чуваки, я вам говорю, пора подписываться на мой канал. Выбивайте это видео в топы. Фактно. Yes, sir. Дайте ему этого. Пацаны. Спасибо вам большое. Спасибо, Женя. Yes, yes, yes. Обнял. Все, давайте, пацаны. Спасибо, Женя.